Извините! Разрешите Вами восхищаться? Вами, ты слышишь? Вови хотят восхищаться! Наталья Фёдоровна Гвоздикова, советская и российская актриса театра и кино, звезда комедии «Большая перемена» и телесериала «Рождённая революция», народная артистка Российской Федерации. Наталья родилась 7 января 1948 года в небольшом городке Борзе, расположенном в Читинской области. У её родителей была ещё и старшая дочь Людмила, которая также стала актрисой и выступала с Аркадием Райкиным в Ленинградском государственном театре «Миниатюр». Актёрскую биографию выбрала себе и Наталья. После школы Наталья отправляется в Москву и поступает во Всесоюзный государственный институт кинематографии, где училась у легендарных педагогов Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. По окончанию вуза в 1971 году Гвоздикова вошла в труппу театра студии киноактера и прослужила там до 1993 года. Первый раз на съёмочной площадке Наталья Гвоздикова очутилась в 1969 году, ещё обучаясь во ВГИКе. Она снялась вместе с Василием Шукшиным в социальной драме «У озера». Вскоре последовала детская кинокомедия «Ох уж это Настя», где актриса сыграла старшую сестру главной героини, а также киноповесть Пётр Рябинкин и лирическая комедия «Печки-лавочки». А в 1972 году она снялась в знаменитой четырёхсерийной комедии «Большая перемена». Актриса предстала в образе невысокой, но стройной аспирантки исторического факультета Полины, у которой Нестор Петрович попросил разрешения ею восторгаться. Кстати, в этом фильме Гвоздикова появилась перед зрителями в виде жгучей брюнетки, так как снималась в парике. Позднее зрители не раз удивлялись, увидев фото актрисы, на которых она представала блондинкой. После этого успеха в фильмографии Натали появилась военная картина «У дума о ковпаке» и социальная драма «Калина Красная». Несмотря на то, что Гвоздиковой досталась эпизодическая роль сотрудницы телефона станции, актриса запомнилась зрителям. При встрече с актрисой поклонники постоянно вспоминают знаменитую фразу главного героя в исполнении Василия Шевшина, обращенную к телефонистке. Фильм стал лидером проката 1973 года. Картину посмотрело 62 миллиона зрителей. В этот же год актриса получила роль работницы ателье Нины Лагутиной в мелодраме «Возле этих окон». В киноповести речь пошла о молодом киномеханике Михаиле Анохине, который, став предвыборным агитатором, получил возможность познакомиться с жителями родного двора, а также встретить первую любовь в лице героини Натальи Гвоздиковой. В это же время актриса появляется в актерском ансабле мелодрамы «Берега» и приключенческого фильма «За облаками неба». Следующей звездной ролью актрисы стала Мария Кондратьева-Кораблева в криминальном детективе «Рожденной революции», за которую Гвоздикова была удостоена государственной премии Советского Союза. История жизни сотрудника «Угро» пришлась по вкусу телезрителям, и исполнители главных ролей получили всесоюзную популярность. Наталье Гвоздиковой и Евгению Жарикову удалось убедительно показать своих героев в юном, зрелом и пожилом образе. В это же время актриса появилась в многосерийной драме «Дума о Ковпаке», посвященной деятельности партизанского отряда во времена Отечественной войны. В драме о жизни летчика-испытателя «Потому что люблю» Гвоздикова сыграла героиню Веру. В конце 70-х состоялись погазы фильмов с участием актрисы «Преступления», «Последний шанс», «Мой генерал», «Опасные друзья». Из кинофильмов периода 80-90-х годов стоит выделить психологическую ленту «Опасные друзья» и драму «Ночь самоубийцы», «Совместного производства» Швеции, Германии и Советского Союза. В 1995 году актриса попала в актерский ансамбль фильма «Барышня-крестьянка», где исполнила роль помещицы Натальи Рощиной. Личная жизнь. Первый муж Натали Гвоздиковой не имел отношения к кинематографу, поэтому ему было невероятно сложно примириться с постоянными командировками супруги, многочисленными поклонниками и подаренными букетами цветов. С этим он не мог примириться. Собственно, он и не примирился, поэтому их брак оказался недолгим, хотя актриса говорит, что выходила замуж по любви. На одном из кастингов Наталья познакомилась с актером Евгением Жариковым. На первой встрече молодые люди друг другу очень не понравились, и дело чуть было даже не дошло до конфликта. Позднее им пришлось год сниматься вместе в исторической драме «Рожденной революции», и там у них завязался большой роман. После окончания работы над фильмом личная жизнь актрисы круто изменилась. Гвоздикова и Жарикова поженились. В 1976 году у них родился сын Федор. Жариков-младший не пошел по стопам родителей, а стал военным лингвистом и переводчиком французского языка. Сейчас Наталья Гвоздикова в кино не снимается. После смерти супруга в 2012 году она посвятила себя семье и творческим встречам с поклонниками. Также актриса дает сольные концерты, где общается с кинозрителями, а также читает стихи поэтов Серебряного века. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...